В конце века. Вы только не про нашу страну печете. Вы очень сурово в своих оценках, опять же, в той беседе, которую я вспомнил, вы говорили, что Сноуден предатель и должен быть выдан американским властям и осужден. А смотрите, а, допустим, Поклонская, прокурор, она же присягала Украине. Она не предательница вашей системе, координат в том, что... Нет, нет. Украина особый такой подход. Украина... У Придестровья у нас огромное количество с российскими паспортами. Абхазия, Южная Осетия, там 70% граждане Российской Федерации. Поэтому она была вынуждена работать в Киеве. И она ушла оттуда с удовольствием, как только Крым, так сказать, вернулся в состав России. Поэтому надо сказать, из чего? Что Беловежские соглашения, они не должны были иметь юридических последствий. Ибо никаких оснований, прав и, так сказать, какого-то зацепки с каким-то законом там писать бумаги, что СССР нет, а теперь СНГ. Это в чистом виде преступления. И мы в марте 96-го года отменили ратификацию Беловежских соглашений. Их нету для России. А значит, нет и для остальных. Потому что Россия один из главных, так сказать, участников и создателей СНГ. И если бы даже учесть, что, допустим, соглашение какое-то было заключено, но должно быть ратифицировано съездом народных депутатов РСФСР. Этого не было. Верховный Совет не имел полномочий. Это была сплошная цепь, так сказать, неправовых действий. Поэтому все жители Украины имели право переходить в российское гражданство. И вот эти все их желания вернуться в Россию абсолютно законные. Потому что создание Украины – это не было органическое государство. Донбасс Ленин им дал территории, Сталин дал и Хрущёв. А остальные были у Польши. Если уж брать что-то, как говорится, ладно, что-то дадим Украине – это Киев, Житомир, Винница, Полтава. А Запорожье? Это уже Россия. Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев. Чернигов и Сумы – это Россия. Русские князья с севера ехали, вот Чернигов образовали. Ведь Украина только зазвучала только в конце 19 века. И в Первую мировую войну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова